Приветствую вас, рады видеть. Добрый день. Традиционно наших зрителей призываю, чтобы оперативно получать все необходимые новости, актуальную, качественную аналитику. Не забывайте подписываться на канал сейчас. Кто еще этого не сделал, может сделать это прямо сейчас. Ну а сейчас мы будем начинать нашу беседу. И вот хочу начать с новостей о том, что Иран ударил баллистическими ракетами по некоторым целям в Ираке и Сирии. Сейчас Тигран утверждает, что ударил по израильскому шпионскому центру возле города Эрбиль. Ранее были сообщения о том, что оказались также под ударом американская база в аэропорту Эрбиля и конструкция США. Однако официальные лица США в интервью агентству Reuters заявили о том, что ни один американский объект не пострадал. Ввиду вот этих событий хочу вас спросить, готовится ли Иран воевать с Соединенными Штатами? Ведь 15 января емецкие хуситы, за которыми стоит Иран, заявили о том, что цитата «они готовы к полномасштабной войне с Соединенными Штатами». Заявили хуситы, Иран такого не заявлял. И, в принципе, общая иранская стратегия и тактика очень много десятилетий была именно в том, чтобы насколько можно воевать руками своих разнообразных прокси. В данном случае хуситы являются такими же прямые удары, можно наносить только ответ, если происходит что-то, что терпеть уже нельзя. В принципе, фактически то же самое мы видели после ликвидации КСМС Улеймани 3 года назад. После этого иранцы тоже подняли красный флаг мести над мечетью в Иране и тоже атаковали в Ираке американские объекты, нанеся ракетный удар. То есть мы, в принципе, видим повторение. И сразу было понятно, что дальнейшее развитие будет зависеть от того, сколько реально есть американских жертв. Сейчас американцы заявили, что с их стороны жертв нет. Это явный сигнал, что они насколько можно тоже попытаются пустить эту тему на тормозах, то есть обе стороны, и Америка, и Иран, даже когда обмениваются ударами, стараются не доводить до полномасштабной войны, полномасштабной эскалации. Заявление хуситов касается в первую очередь самих хуситов, скажем так. Насколько их действия могут быть агрессивными, учитывая эти удары, которые были нанесены по их военным объектам и складам с оружием? Чьи действия хуситов? Хуситов, да. В принципе, максимум, что они могут сделать, это продолжить то, что делали до сих пор. Просто если до сих пор не заявляли, что наносят удары только по израильским судам, либо судам, идущим в Израиль сейчас, они уже объявили, что американские туда тоже будут целью. Но, в принципе, по силам и средствам у них столько было, столько есть. Частично даже уменьшилось в результате ударов. То есть, можно ожидать, что они продолжат то же самое и не более. Реально вести какую-то полномасштабную войну больше, чем они ведут. Сейчас у них особо нет средств. То есть, мы увидим дальнейшие попытки. Ракетных ударов, ударов беспилотников, как по судоходству, так и в сторону Израиля. Возможно, еще по тем или иным американским объектам. Но не более. Идти войной на Соединенные Штаты, как таковые, ухиты, разумеется, не имеют возможности. Министр вороны Израиля Абгаланд заявил о том, что на юге сектора газа интенсивная фаза скоро закончится. Что означает это заявление? Что означает интенсивная фаза? В принципе, как мы видели, в северной части сектора газа там уже довольно давно перешли от активной наступательной фазы дивизионными силами к рейдовым бригадным зачисткам. На юге, в районе Хан-Юнаса, все еще продолжается активное наступление силами 98-й дивизии. После этого, через какое-то время, перейдут и там. Но там, разумеется, висит в воздухе вопрос про Фееха. Но там еще пока наземные действия, как таковы, еще не начинают. Издание «Аксиос» опубликовало статью о том, что «Белый дом» испытывает недовольство Израилем и расходится с ним во взглядах на войну в секторе газа. Идет ли сейчас давление на Нетаньяку? Как считаете, вот это последнее ближневосточное турне Блинкина, они с этим ли были связаны? Давление идет практически с самого начала. И разногласия в основном идут об интенсивности боевых действий, также по гуманитарным вопросам, доступ к гуманитарной помощи мирных жителей, вообще, насколько можно снижение ущерба среди мирных жителей и так далее. Пока речь не идет о том, чтобы полностью прекратить военную операцию, речь идет именно об снижении интенсивности. Но на эту тему тоже ничего нового нет. Ровно то же самое было в ноябре, в декабре, и сейчас в январе тоже. Соединенные Штаты хотели бы, насколько можно, снижение интенсивности, потому что чем меньше интенсивность, тем обычно меньше жертв среди мирного населения. Но израильское правительство пока не отказывается от поставленных целей операции, то есть свержения власти Хамаса и уничтожения военных возможностей. Поэтому даже менее интенсивными методами военные операции все еще продолжают. Снижение интенсивности боевых действий, то, на что он настаивают Соединенные Штаты Америки, насколько может усилить Хамас в этот момент? Разумеется, чем менее интенсивные действия, тем на каждый данный момент у Хамаса меньше ущерба. Говорят, чисто теоретически, если не было всей этой темы с мирными жителями, вообще гуманитарной темы, то всем понятно, что всем законам военной науки, скажем так, наступление надо вести максимально быстро, максимально активно, с наращиванием усилий и так далее. Но вся эта тема, кроме мирных жителей, вся эта тема израильских заложников тоже, разумеется, всему этому мешает, ставит палки в колеса. Поэтому чем менее интенсивные действия, тем больше это дает кислорода Хамасу в прямом и переносном смысле. На самом деле, парадоксальным образом, американское давление с целью снижения интенсивности затягивает эту войну, потому что большими ударами можно было достичь цели быстрее, но у этого были бы нежелательные для Соединенных Штатов последствия в виде большего количества жертв среди мирного населения и прочее. Менее интенсивная война автоматически подразумевает более долгую войну. Пенемин Нетаньях заявляет о том, что воевать Израиль с Хамас будет до полной победы. Что это означает? Официальные цели заявлены как свержение власти Хамаса в секторе газа и уничтожение его военных возможностей. То есть имеется в виду полное, насколько можно, вообще в физических параметрах зачистка военной инфраструктуры и ликвидация максимально большего числа как из личного состава, так и из командного состава, в том числе руководителей Хамаса. То есть все, что можно в военном и политическом плане ликвидировать и зачистить, и там уже переход к тем или иным пока еще крайне туманным послевоенным урегулированиям, насчет чего пока еще никакого реального механизма нет. Но в принципе еще даже и военная фаза операции далеко еще не закончилась. По ходу дела, возможно, контуры какого-то послевоенного урегулирования проявятся тогда и посмотрим, чем конкретно это будет отличаться от довоенного полного. Относительно Хамаса, кто сейчас его поддерживает в военном плане? Сотрудничество КНДР с Хамасом, есть ли оно и насколько оно в больших масштабах? Скорее, посредованно через Иран. В принципе, Иран предоставляет Хамасу как свои собственные вооружения, разработки, так и все, что он смог достать в других источниках, в том числе и северокорейских, и китайских и так далее. Какого-то прямого канала поставок из Северной Кореи к Хамасу нет. Но, в принципе, Хамас за долгие годы поднаторел, скажем так, в добывании контрабанды самых разнообразных вооружений, в том числе много было. В то же время добыто в Ливии в ходе тамошней гражданской войны, потери управляемости на многих территориях. И северокорейское вооружение тоже то или иное есть. Главным образом это идет через Иран, который уже очень много десятилетий на прямой активно сотрудничает с Северной Кореей, в том числе в плане развития собственной программы баллистических ракет. То есть то, что мы видим у Хамаса в Газии, это, скажем так, иранскими щедротами в основном. А у Ирана достаточно сейчас возможностей для того, чтобы помогать и Хамасу, и России? Возможностей достаточно. Ну, в принципе, эти поставки далеко не полностью пересекаются. Одно дело поставлять именно плотники Шахеда России с тем, чтобы они это разворачивали там. Вся эта беспилотная тема Ирана развивала. Разумеется, и у Хамаса, но это далеко не в таких масштабах. Главным образом это помощь более простых средств вооружения, как различные ПТРК, РПГ и прочее. В принципе, беспилотную тему Хамас тоже у себя развивает. Есть и производство, но это далеко не в тех масштабах, как, разумеется, Россия. Потому что всем понятно, что военная промышленность Хамаса и Россия – это далеко не одно и то же. Поэтому даже при желании Хамаса не смог бы развернуть такое производство иранских беспилотников, как это делает Россия. Россия уже долгое время, судя по тем публикациям, которые появляются в СМИ и тем сливам информации, она очень долго уже просит у Ирана баллистические ракеты. Чем Россия может заинтересовать Иран теоретически, чтобы он начал эти поставки? И насколько это для Ирана будет выгодно? Что-то интересно, в принципе. Ровно то же самое, что было до сих пор с теми же шахедами, как Су-35, так и другие военные поставки из России в Иран и по различным военно-морским темам. В принципе, в плане развития спутников и прочего. В России есть много чего в чисто военном плане, чем они могли бы поделиться. И кроме этого, чисто развитие торговых связей, потому что так как обе страны сейчас находятся под санкциями, то есть есть взаимовыгодное сотрудничество, и поэтому готовится сейчас подписание большого межгосударственного договора, не только военное, а вообще в других государственных темах. Это, что называется, союз отверженных, так как обе эти страны находятся под санкциями, и одна большее время, другая меньше. То есть они находят общий интерес, если конкретно говорить о военной отдаче, потому что понятно, что Иран это все делает из-за красивых глаз, то, как я уже сказал, Су-35 и все остальное, о чем уже говорили, на самом деле ничего нового тут не появилось за последнее время. Ровно то же самое обсуждалось, когда впервые сразу после начала поставки шахедов сразу же возникла тема, не начнет ли Иран так же поставки баллистических ракетов, и все то же самое. Единственная разница, что Су-35 уже реально начали поступать в Иран. На том этапе это были еще разговоры, и сейчас это уже реальный самолет. Эрдоган запретил турецким чиновникам ехать в Давос, потому что глава Северного экономического форума назвал Хамас террористами. Цитирует это Бломберг. Какова роль сейчас Эрдогана в поддержке Хамаса, и почему у него такая непоколебимая категорическая позиция по вопросу Хамаса? В принципе, Хамас Эрдоган в данном случае тоже не сделал ничего нового. Он оседлал своего привычного антиизраильского коня, ровно то же самое было еще во время рации «Литой свинец» с декабря 2008 и января 2009 года. Тоже мы слышали все эти заявления, что Израиль проводит в Газии геноцид и прочее. Это был долгий период конфронтации между Израилем и Турцией, в том числе после заплыва, скажем так, судна «Нави Марбара». В попытке прорыва блокады последний год как раз наметилось сближение между Израилем и Турцией. В том числе вернули послов, был визит президента Израиля в Турцию. Но сейчас на фоне этой войны в Газии Эрдоган снова привычно, как я уже сказал, оседлал своего антиизраильского коня. В принципе, сам по себе Эрдоган, как исламист, исходно был близок идейно к мусульманским братьям, из которых происходит и Хамас. То есть это идейная близость. Но главным образом Эрдоган пытается набрать политические очки, в первую очередь, у своего внутреннего исламского электората. И также в внешнеполитическом плане снова позиционировать себя на Ближнем Востоке защитника мусульман и прочее. Но пока на какой-то практический уровень, как и в прошлые разы, это не вышло. Какой-то прямой военной поддержки от Турции Хамасу нет. И даже торговые связи между Израилем и Турцией, как и в прошлые разы, пока еще вовсе не нарушены, несмотря на те или иные заявления Турции. На самом деле торговля идет, бизнес идет. То есть пока мы видим ровно то же самое, громкие слова без каких-то практических действий. Уже более ста дней идет война Израиля с Хамасом. И вот с начала этой войны обсуждается тема, насколько может расшириться география этой войны. И даже вот звучит такой термин, как большая война на Ближнем Востоке. Как сейчас вы оцениваете эти риски на 2024 год? От чего это будет зависеть? Смотря что я считаю большой войной, есть так называемая многотеатровая война, которая уже несколько лет, называется, приоритетная в израильском генштабе, как сценарий будущей войны. И в принципе там мы видим, что действительно сейчас уже действуют все игроки, которые были записаны в этом сценарии. Единственная разница, что тогда предполагалось, что основной фронт боевых действий будет против Хизбаллы в Ливане, против Хамаса будет вспомогательный сейчас, так как первую атаку провел Хамас, а не Хизбалла. Основной фронт сейчас против Хамаса в Газе, но против Хизбаллы тоже идет весьма интенсивный обмен ударами, скажем так, который в любое другое время привел к большой войне против Хизбаллы, но так как сейчас слишком большое количество сил занято в Газе, поэтому принято решение северам пока еще подождать. Против Израиля задействованы проиранские милиции с территории Сирии и Ирака, также действуют йеменские фуситы, все эти игроки были перечислены в сценарии, все они уже действуют. То есть в принципе здесь мы пока ничего нового не видим. Когда говорят о большой войне на Ближнем Востоке, обычно имеется в виду прямое вступление в войну Ирана, но на самом деле Иран... в русле своей многолетней политики, которая ведет уже много десятилетий, старается насколько можно напрямую в войну не вступать. Именно для этого он выращивал по всему Ближнему Востоку своих прокси и союзников, как Хизбаллы, такие проиранские милиции в Ираке и Сирии, тот же Хамас и исламский джихад в Тавгазии, йеменские фуситы, все это для того, чтобы насколько можно не пришлось воевать самим, потому что там очень хорошо помнят Иран-Иракскую войну, они бы не хотели полномасштабной войны с прямым иранским участием. То есть пока еще ничего нового на самом деле не произошло, все стороны действуют пока в русле своей прежней политики, и пока не видно, чтобы это резко изменилось, потому что, разумеется, всегда потом задним числом можно будет сказать, что здесь в этот момент, например, Иран изменил свою многолетнюю политику невмешательства, но сейчас, пока он продолжает действовать, и все эти, то, что мы видели ночью минорные, иранские удары по объектам в Ираке и в Сирии, тоже не выходят за какие-то обычные рамки, то есть пока еще не факт, что действительно произойдет, большая Ближневосточная война, как обычно о ней говорят, но, в принципе, на уровне Израиля, в принципе, она уже идет, театровая война, просто на некоторых направлениях она еще несколько меньше предусматривалась сценарием, как, например, на Сирии. И еще один вопрос, Давид. Вот по вашему мнению, какой фактор сейчас будет определяющим в вопросе поддержки Вашингтоном Украины и Израиля? Речь идет о военной помощи, за которую должен проголосовать Конгресс, но сейчас мы видим, собственно говоря, что внутренняя политическая борьба, она не дает возможности это сделать. Там предел, основной фактор – это именно внутренняя борьба, разногласия между республиканцами и демократами, есть этот вопрос эмиграции, забор на границе с Мексикой и прочее, то есть они часто ставят палки в колеса, даже не потому, что они идей напротив, там тоже есть разница между Украиной и Израилем. Например, многие республиканцы, из всех, которые поддерживают Израиль, не поддерживают Украину, но в общем и целом часто ставят палки в колеса не по каким-то идейным соображениям, а по внутриполитическим вопросам. Поэтому не факт, что какой-то внешний фактор это резко изменит. Сейчас на фоне всей этой предвыборной борьбы, предвыборный год, скорее всего, доминировать по-прежнему будут в основном внутриполитические факторы, а не какой-то реальный внешнеполитический, на который стоило бы посмотреть в идеальной ситуации. Но понятно, что внутренняя политика для многих стран, и США тут в принципе не исключение, внутренняя политика гораздо чаще важнее внешне. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Давид, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму, пообщаться с нашими зрителями. Всегда вас рады видеть на YouTube-канале сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова